Здравствуйте, меня зовут Мишечкин Максим, я являюсь руководителем команды VSP Run, занимающейся фазинг-тестированием и разрабатывающей Испфазер. Сегодня я расскажу вам о практическом применении фазинг-тестирования при анализе Linux-приложений. Для осуществления фазинг-тестирования мы будем использовать следующие инструменты. Это инструмент динамического анализа Crusher, инструментирующий компилятор Clang из фазера IFL++, фазер Radamse, липфазер, генератор входных данных по грамматикам MNFGEN. Один из способов увеличить начальный корпус входных данных при фазинг-тестировании — это использовать инструмент Radamse, который мутирует входные данные, пытаясь понять их структуру. На слайде представлены результаты работы этого инструмента на файле формата PDF. Для определения эффективности работы инструмента Radamse мы будем использовать приложение MUTOOL, которое является утилитой работы с PDF-файлами. Для этого мы скомпилируем приложение MUTOOL с помощью инструментирующего компилятора Clang из AFL++. После этого мы запускаем инструмент FTK из поставки Crusher в режиме минимизации входных данных. После минимизации инструмент Radamse позволяет нам сгенерировать 55 из 100 файлов, увеличивающих покрытие в анализируемом ПО. Начинать фазинг-тестирование лучше на большом корпусе входных данных, поэтому мы запустили инструмент Crusher на 12 тысячах входных данных формата PDF в 100 потоков. Crusher умеет балансировать нагрузку между потоками, и после того, как каждый поток обработал свои начальные входные данные, он начинает синхронизироваться с остальными потоками Crusher. На слайде представлены результаты запуска инструмента Crusher на одном файле слева и на 12 тысячах справа. Как можно заметить, запуск на большом корпусе входных данных значительно эффективнее, чем запуск на одном файле. В Crusher есть возможность описывать сложные форматы данных с помощью PHP описаний. На слайде представлены PHP описания формата протокола TLS, мутация которого приводит к возникновению CVE 2016-6309 в уязвимой версии OpenSSL. Формат PHP позволяет описывать форматы данных практически любой сложности, даже такие, в которых одно поле зависит от другого. К примеру, когда одно поле является чек-суммой другого поля. Инструмент Crusher позволяет обнаруживать ошибки в парсерах командной строки. Для этого в нем есть возможность описывать все опции анализируемого приложения в конфигурационном файле. Также есть возможность описывать совместные и несовместные опции для увеличения эффективности анализа. На слайде представлен конфигурационный файл уязвимого приложения FAAD. Вместо аргумента опции W будут подставляться мутированные данные. В результате запуска инструмента Crusher было обнаружено аварийное завершение в уязвимом приложении FAAD. В поставке инструмента Crusher есть инструмент BNFGen, который позволяет генерировать новые входные данные по грамматикам INTL. С помощью грамматика INTL можно описывать грамматики для входных данных и вместе с инструментом BNFGen осуществлять бесконечную генерацию новых входных данных, удовлетворяющих этим грамматикам. Одна из сложностей файзинга сетевых приложений заключается в том, что взаимодействие через сеть — это медленный процесс. Поэтому для решения этой проблемы можно изменить анализируемое ПО таким образом, чтобы оно принимало входные данные через файл или встроить в него функциональность Persistent Mode. Persistent Mode — это режим ускорения файзера, который позволяет встраивать в анализируемое приложение цикл, который перезапускает обработчик входных данных, но не перезапускает все приложение. На слайде представлен пример ускорения сервера Apache с помощью Persistent Mode. Функция UNSH осуществляет планирование пространства приложения для того, чтобы поднять поток, который будет отправлять основному потоку приложения мутированные данные. Также функция UNSH осуществляет запуск локального интерфейса, через который будет осуществляться файзер-тестирование. Функция Launch.thr запускает поток и выполняет функцию GetData, которая в цикле получает от файзера данные из пайпа, добавляет к ним Slashr, Slashn и 0 терминант для того, чтобы пройти валидность пакета. После считывания данных поток устанавливает соединение с главным потоком сервера Apache и отправляет в него мутированные данные. После этого он получает от него ответ и выходит на новый цикл Persistent Mode. На слайде представлены результаты анализа Crusher на сервере Apache с патчем его работы через файл и патчем встраивания в него Persistent Mode. Как можно заметить, внедрение Persistent Mode значительно увеличивает скорость запуска анализируемого приложения, но минусом такого подхода является снижение детерминированности стабильности в файзинг-тестировании. Липфазер — это фазер, который позволяет осуществлять файзинг-тестирование функций и методов класса анализируемого приложения. На слайде слева представлен исходный код класса с заложенной в нем ошибкой. Справа представлена липфазер-обертка, которая позволяет тестировать этот класс. После компиляции исходного кода класса и фазинг-обертки с опциями липфазера и адрес санитайзеров, мы запускаем скомпилированную фазер-обертку и находим ошибку обращения к неизвестному адресу. На этом лекция о применении фазинг-тестирования при анализе Linux-приложения завершается. Спасибо за внимание!